Карьера у будущего поэта могла не сложиться. Он был признан сыном лишенца, человека, лишенного избирательных прав. А значит, он не имел права поступать в учебные заведения. Почти чудом Михаилу удалось стать студентом строительного техникума. Учиться в техникуме скучно, некоторое разнообразие вносит только пожарная команда, расположенная тут же во дворе, вспоминал поэт. И вот как-то на завод, где работал Матусовский, приехали с концертом известные столичные поэты Далматовский и Смеляков. Михаил к тому времени уже сочинял стихи и показал их московским гуру. К его удивлению, оба одобрили тексты, наказав не зарывать талант в землю, а ехать прямиком в Москву в литературный институт. Что юноша не замедлил сделать, заранее предвкушая, как завалить столицу своей продукции. Завалить сразу же не получилось, мешала лень, с которой боролся близкий друг и коллега-поэт Константин Симонов. Часто гостью Михаила в доме Симонов запирал дверь на ключ, уверяя, что откроют ее только по готовности нового шедевра. Так закалялась литературная сталь Матусовского, вылившаяся в дебютный сборник под названием «Моя родословная». Потом началась война, на которую друзья были призваны фронтовыми корреспондентами. Пока Симонов писал свои неопалимые строки «Жди меня, и я вернусь», Матусовский как бы отвечал ему «Шел солдат, преград не зная, шел солдат друзей теряя, часто бывало шел без привала, шел вперед солдат». По следам этих лет появились пять поэм о фронтовиках, масса стихотворений, ставших классикой советской эстрады. «Когда задумываешься, оказывается, что большинство стихов для главных песен нашей жизни написал Матусовский. Московские окна на безымянной высоте, с чего начинается родина, школьный вальс, его песни будут петь еще многие поколения. Они стали уже значимой частью нашей истории и символом России», так полагал режиссер Эльдар Рязанов. Добавляю, что даже если бы Матусовский написал текст только одной песни «Подмосковные вечера», то ему еще при жизни можно было бы памятник ставить. При этом история создания всесоюзного шедевра получилась довольно занимательная. Для кинокартины «Дни Спортегиады» срочно понадобилась песня. Режиссеры позвонили поэту Матусовскому и композитору Соловьеву Седому, находившимся в отпуске. Ленясь писать, Седой покопался в закромах, найдя в своих архивах подходящий мотив. Матусовский быстро набросал текст «Ленинградские вечера», а заказ был готов. Но художественный совет студии нашел слова песни слишком скучными, музыку невыразительной. Да и певец Марк Бернес подлил масло в огонь, что за песня, которая слышится и не слышится, и речка то движется, то не движется. Так песня «Неудачница» попала в музыкальный репертуар к певцу Владимиру Трошину, исполнившему ее на фестивале молодежи и студентов. «Ленинградские вечера», ставшие московскими, взорвали эфир, став хитом для всей страны. «Я не вправе говорить от всех поэтов, работающих в песенном жанре, но лично я предпочитаю способ в соответствии с древним изречением. В начале было слово», — говорил Матусовский. При этом поэт оценивал каждое свое лирическое откровение. «Я песни отдал все сполна, в ней жизнь моя, моя забота, ведь песня людям так нужна, как птицы крылья для полета». «Я песни отдал все сполна, как птицы крылья для полета».